привет всем меня зовут анна кафырина и вы на моем канале youtube мой канал про женщин для женщин и в сегодняшнем видео я хочу рассказать о том как я прошла свой опыт с противозачаточными средствами с гормональной терапии для того чтобы якобы вылечиться поэтому если с вами рядом находятся мужчины лучше уберите их от экрана чтобы не шокировать у меня сбитые критические дни сбитый цикл критических дней был с самого начала моих месячных это приблизительно с 13 лет в общем месячные то шли то не шли месяц есть два месяца нет и вот так вот это все скакало в какой-то момент вам просто сказала так пойдем доча как гинекологу и мы пошли гинекологу на что доктор сказала после проведенных анализов что со здоровьем все хорошо видимо организм там только вступил в половозрелый возраст и пытается настроиться и прописала мне гинеколог на тот момент еще детский витаминки а и вид и сказала вот пей и будет тебе счастье а и вид мне помогли но ненадолго цикл он конечно стал более предсказуемый но тем не менее он не нормализовался поэтому я все еще продолжала ходить примерно раз в полгода к врачам все они проверяли мою щитовидку проверяли гормоны проверяли вообще все на свете но ничего не помогало и в 15 лет меня доктора посадили на противозачаточную гормональную терапию сказав что деточка у тебя поликистоз поэтому вот тебе нужно нормализовать свой гормональный фон и и попей-ка ты гормональных средств на тот момент они выписали мне средства под названием на винет и я его спокойненько пила как положено раз в день и в одно и то же время длительное длительный период несколько лет я их пила сейчас уже не вспомню сколько и также продолжала ходить раз полгода к гинекологу надеясь на то что что-то у меня нормализуется и я смогу уже отказаться от противозачаточных и нормальной жизни жить чтобы с нормальным с нормальным циклом а уже в 15 лет в очередной раз когда я пришла к гинекологу гинеколог мне сказала слушай противозачаточные не отменяем потому что как только ты их раз в полгода отменяешь ну по причине того что нужно организму дать передохнуть чтобы он вообще не расслабился и не понял что вот теперь на эвакуаторе вывозят только на таблетках он самому не нужно ничего делать поэтому раз в полгода противозачаточные средства гинекологи рекомендуют на месяц или до на два прерывать и собственно после этого возобновлять она горит это все продолжаем все хорошо но теперь ты давай-ка будешь пить другие противозачаточные вот появились противозачаточные нового поколения называются они джесс они менее травматичны к женскому организму поэтому давай пи их я говорю ну хорошо но у них есть побочные эффекты в виде там диареи в виде головных болей тошноты ну в общем там целый перечень всех этих прекрасных событий говорят поэтому первую недельку наверно ты помучаешься потом привыкнешь игру ну хорошо и начала их пить и в общем весь спектр вот этих всех прекрасных последствий которые вызывают привыкание к противозачаточным таблеткам я их на себе испытала и испытывала их раз в полгода потому что раз в полгода я прерывалась на месяц потом заново начинаешь пить и опять у тебя вот это понос диарея головные боли тошнота в общем все 33 удовольствия но я же девушка упертая я же хочу поправить свое здоровье я их пила я их пила и параллельно ходила гинекологу тоже также раз в полгода и сдать что-то там провериться но гинекологи я тогда ходила к разным потому что я искренне верю что не надо слушать одного специалиста нужно там сходить нескольким послушать разное мнение и потом уже сложить в своей голове какое-то свое собственное я ходила к разным и гинекологи каждый раз ставили мне совершенно диаметрально противоположные диагнозы то поликистоз то вялый яичник с которым у меня все началось а это два диаметрально противоположных диагноза то есть вялый яичник это когда они у тебя там не работают совсем а поликистоз это когда на нем столько кист что это уже чересчур много он там грубо говоря как как я это понимаю своей голове захлебываются от переизбытка всего что только можно и такой тип не 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 я не буду работать вот это было очень странно при всем при том что гормональный фон эндокринная система щитовидка и прочего меня в норме и все хорошо должно быть вот и тем не менее мне врач говорит ну деточка ты мутант с чисто с физиологической точки зрения у тебя там все плохо с яичниками поэтому ну ты такая какая то есть и вот сейчас тебе там мне тогда было чуть меньше тридцати лет 2015 год это был как раз и она говорит ну вот ты такая какая то есть смирись с этим тебе сейчас срочно нужно рожать я говорю подождите я говорю я не замужем у меня там нету даже молодого человека какой рожать это все неважно нужно найти потому что есть ты не родишь в ближайшие год-два то у тебя там уже пойдет просто ты сможешь остаться бесплодной потому что у тебя такой диагноз этот поликистоз в общем или вялый яичник в общем все это короче накроется медным тазом и у тебя начнется сильное волосение ты вообще поправишься и детей у тебя не будет поэтому вот либо в ближайшие два года либо никогда я думаю ну что-то как-то не радужная перспектива думаю рожать непонятно от кого срочно искать в панике тоже меня не как-то не радует ушла в растрепанных чувствах значит а я от гинеколога и думала чего делать и в тот период мне на глаза кто-то мне посоветовал из девчонок попалась книжка под названием код женщины как гормоны влияют на вашу жизнь я ее прочитала от корки до корки и там была история женщины которая консультант по здоровью и кажется даже она гинеколог у нее была какая-то похожая история с ее гормона как не гормональным фоном а с ее яичником у нее ей тоже ставили диагноз поликистоз и а в этой книжке она описывает собственно ее путь как она вылечилась как она поправила свой организм и я очень прониклась это был 2015 год я ее прочитала примерно весной и для себя решила что ну если уж мне доктор сказал что я мутант и пока у меня нет парня чтобы срочно выйти замуж и родить перспективы не радует то я смирилась с мыслью что ну если как бы не дано мне иметь детей ну ничего страшного в мире ой блин глаз зачесался видимо так эмоции меня переполняют каждый раз когда я рассказываю эту свою историю аж линза съехала и класс заколола так вот о чем я а и я решила что раз я мутант и и возможно вот в ближайшие два года скорее всего я не рожу ну и ладно мир не пострадает сильно от того что я останусь без ребенка смирилась уже с этой мыслью думаю попробую я последовать этим советам из книжки может быть что-то она изменится потому что принимая противозачаточные 13 лет это не сильно мне помогло от слова совсем думаю ну надо что-то другое попробовать советов в книжке было очень много там и как заниматься спортом в зависимости от дня цикла и как там спать как вообще полностью реорганизовать свою жизнь зависимости от женского цикла я помню решила что самое простое для меня будет две вещи это нормализовать питание то есть я отказалась от мусорной еды и на тот момент мне казалось что я там прям стала супер правильно правильную еду есть супер правильно все это делать и второй момент был и мне кажется вот он даже если в процентном соотношении чтоб больше повлияло на мой организм я все мыльно-рыльные вещи всем постирочные какие-то средства то есть это шампуни для душа кремы средства для мытья посуды и порошки и так далее и тому подобное в общем я все их заменила и если я раньше покупала только по виду баночки и по запаху если мне нравился нравилось средство то сейчас я стала выбирать что там не было sls парабенов силиконов и прочие вот этой вот химии непонятно из которой сделаю скажу вам честно процесс этот был достаточно сложный потому что таких средств во первых днем с огнем не слышишь то есть это редкость в обыкновенном супермаркете за ними нужно прямо охотиться и вот на сегодняшний день я даже понимаю для себя какие бренды в каких супермаркетах можно найти и прямо вот я прихожу и спрашиваю конкретный бренд который мне нужен даже я понимаю что у него хороший состав вот и значит я поменяла все эти средства отказалась напрочь от противозаточных допив последнюю пачку думаю ну посмотрим что будет и уже приготовилась к тому что сейчас полностью закончится критические дни не по на непонятный срок и каково же было мое удивление что в мае я закончила пить противозачаточные у меня в июне не было месячных вообще в июле также не было месячных а в августе у меня уже пошли критические дни причем они пошли в совершенно нам 5 дней они прошли и скажем так их ход их консистенция и все симптомы были совершенно обычные потому что когда ты принимаешь противозачаточные у тебя нету ну тебе нет таких симптомов то есть тебя не тянет поясницу либо не тянет так сильно как когда ты не принимаешь то есть это все происходит из-за того что когда ты без противозачаточных у тебя ну гормоны они же имеют свои определенные свойства и они влияют неким образом там разрыв яйцеклетки происходит из-за чего там выгоняется кровь и становится больно в пояснице в животе а гормональная терапия она помогает снизить вот эти болевые симптомы поэтому я испытала весь кайф критических дней потом в августе в сентябре вам у меня не было месячных а в октябре они уже пошли и вот они так шли месяц шли месяц не шли потом стали чуть чаще и приблизительно через год у меня цикл стал полностью нормальным он стал идти просто ну вот как часы я так удивилась я опять пошла гинекологу в очередной раз и к новому и комментарием было то что она сказала мой отчет пришла у тебя все нормально я говорю что серьезно а там поликистоз вяло яичник что-то а гринет у тебя все нормально с гормонами нормально щитовидкой нормально все в порядке я говорю ну я была так удивлена думаю вот 13 лет я сидела на гормонной терапии и вот это все так просто решается без всяких заморочек просто поправить питание и поменять косметику для меня это было огромным удивлением конечно поэтому мое мнение насчет гормональных противозачечных средств это однозначно не принимать и лучше для начала постараться наладить свое там питание пересмотреть свою косметичку там наладить спорт сон и так далее и посмотреть на реакцию вашего организма на все эти изменения в вашей жизни и я уверена что раз они помогли мне хотя мне ставили уже диагноз что я мутант что мне ничего не поможет ожирение волосение бездетность меня ждет вот мне такие простые казалось бы способы решения они помогли и поэтому я всех призываю мама у которых есть молодые дочки маленькие у которых возможно такая же проблема или если у вас самой аналогичная или похожая проблема ну вот не поленитесь почитайте книжку неделя точно хватит и попробуйте внедрить свою жизнь советы из этой книжки может быть вам будет лениво и вы воспользуетесь только несколькими как сделал свое время я а может быть пойдете более быстрыми шагами и воспользуйтесь всеми советами и изменения придут вашу жизнь гораздо быстрее чем сложилось у меня у меня есть еще мнение по поводу прием противозачаточных как именно противозачаточных никак и замещение гормональной терапии в виде того чтобы не забеременеть не было нежелательной беременности но это тема отдельного видео я его обязательно запишу вот ну а сейчас я желаю всем девчонкам здоровья самое главное и обращайте больше внимания на свои ощущения не слушайте единственное мнение врачей хотя когда мы понимаем что идем к доктору мы ему доверяем свою жизнь свое здоровье потому что априори подразумевается что врач он специалист гораздо больше и чем мы сами но к сожалению я не знаю почему это так происходит к сожалению современном мире врачи то ли не договаривают нам что-то то ли по каким-то другим причинам но не хотят лечить и я все больше и больше сталкиваюсь с тем что пытаются решить последствия проблемы а не докопаться до самой сути поэтому всегда очень критически относитесь к тому что говорят вам врачи лучше старайтесь послушать не одно мнение а несколько после чего сложить свое собственное больше читать и больше изучать и интересуйтесь тем как устроен женский организм как работают гормоны и как работает конкретно ваш организм ну а с вами была анна кафырина всем хорошего дня пока пока